И снова добро пожаловать в Самюр! Мы продолжаем экскурсию по С-35, и сегодня поговорим об интерьере. И я могу стоять вот так в люке и говорить с вами только потому, что это одна из машин, захваченных немцами. Они заменили нелепую куполообразную башенку гораздо более рациональной башенкой с люком, чтобы можно было забираться в танк сверху. Но я тут же сделаю паузу, чтобы камера переместилась, и вы увидели, насколько относительно это моё утверждение. Итак, камера опустилась чуть ниже в люк, и вы можете видеть, что люк очень узкий. И хотя люди постоянно комментируют мой рост, что я слишком высок для танкиста, я не особенно широкий. Но мне понадобилось несколько минут, прежде чем я понял, что развернуться здесь я никак не могу. Столько всяких деталей, которые впиваются в меня. Единственный вывод, к которому я пришёл, что башенка только для обзора и не предназначена для того, чтобы в неё забирались. Я случайно встал на сиденье командира. Что мне теперь нужно попытаться сделать, это чуть опуститься и затем открыть люк в задней части башни. Хорошо, да, я уже внизу, и это обычная рукоятка. Здесь такой тип люка, который можно открыть только изнутри башни, и это основной способ для командира высунуть голову наружу. Он сидел здесь, сзади. Естественно, чтобы открыть этот люк, командир сначала должен был забраться в танк через боковой люк вместе с остальными танкистами. Хорошие новости в том, что нам удобно разместить здесь камеру и рассмотреть, чем занимался командир в этой башне для одного члена экипажа. На первые пять машин устанавливалась башня APX-1. Это была меньшая версия такой башни, и она с треском провалилась по множеству причин. Затем стала использоваться башня APX-1 CE. CE означает «шемен еларжи», что переводится как «широкая дорога». Её применяли по двум причинам. Во-первых, башню действительно сделали более устойчивой к попаданиям. А во-вторых, у командира теперь больше места. Настолько больше, что радист мог помогать с такими задачами, как заряжание орудия. Часто считается, что это башня на полтора человека. Сейчас я сижу на поворотном кресле, или, скорее, на сидении. Мои ноги стоят на подножках, которые тоже свободно поворачиваются. Причина, по которой эти подножки нужны, кроме того, чтобы ноги не болтались, это возможность стоять на них и выглядывать через вращающуюся башенку. Обзор здесь ужасный. Смотровые щели с каждой стороны, а по центру основной прицел, и всё. Дополнительные смотровые щели есть в башенке. А башенка вращается, но обзор всё равно ужасный, так что понятно, почему немцы установили откидную дверцу сверху, когда захватили машину. Поворот башни электрический. Рукоятка поворота здесь. А для ручного поворота и более точного наведения есть рукоятка здесь. Для вертикального наведения 47-мм орудия и пулемёта использовался обычный и довольно плавный червячный привод. Пулемёт калибра 7,5 мм, с барабанным магазином и боезапасом в 2250 патронов. Прицел устанавливался здесь, и если вытянуть этот плунжер, можно было отсоединить пулемёт с прицелом и независимо наводить его по горизонтали и вертикали при ограниченных углах. Не знаю, зачем это делать, но такая возможность есть. У 47-мм пушки СА-35 есть удобное складное противооткатное ограждение, так что оно не мешает, когда вы не ведёте огонь и сидите сзади, и ваши ноги здесь. По сути, это то же орудие, что и на ШАР-Б-1 БИС. Большинство из 118 снарядов были бронебойными. Не самые лучшие, но всё же бронебойные. Пробивали они около 40 мм брони под углом 30 градусов на расстоянии 400 метров. Было и несколько фугасных снарядов, но основным способом уничтожения вражеской пехоты был пулемётный огонь. Вот и всё, что я могу сказать о башне. Она начального этапа войны простая. Теперь давайте спустимся вниз. Сейчас я сижу на месте мехвода, и стоит коротко рассказать о парне, который сидел от него справа. Это радист. Там есть сидение. Точнее, оно там было. Его демонтировали. С позиции радиста на С-35 была одна загвоздка. Большинство самуа не имело радиостанций. Они должны были ими оснащаться, но их не поставляли. Радиостанция ИР-28 появилась в 1940 году. У командиров взводов была ИР-29, которая работала настолько эффективно, что её сигнал блокировался плотным рядом деревьев. У командиров рот была и ИР-29, и ИР-26 тир, а радиостанция ИР-27 устанавливалась на танк командира батальона. Вот и всё. Без радиостанции радисту приходилось либо подавать снаряды командиру, либо просто смотреть за обстановкой впереди танка. Сейчас поговорим о мехводе. Я сижу на регулируемом сидении настолько далеко, насколько возможно, и мои мечты об управлении самуа, видимо, не сбудутся. Педаль сцепления намного ближе ко мне, поэтому между ней и рулевым колесом нет места, чтобы поместить колено. Так что далеко я не уеду. Педаль сцепления, конечно же, нужна для пятискоростной коробки передач. Управление осуществляется с помощью рулевого колеса, и это… это просто круглая версия рычагов. В отличие от обычного руля в автомобиле, при повороте этого колеса вы просто оттягиваете один из двух рычагов внизу рулевой колонки. Справа находится традиционная ручная пятискоростная коробка передач, а большой ручной тормоз расположен ещё дальше справа. Управление машиной зависит от передачи. На первой передаче вы разворачиваетесь на месте. Одна гусеница блокируется, и вы крутитесь вокруг неё. На пятой передаче радиус разворота составлял 15 метров. Ещё одна интересная особенность машины — это её система пожаротушения. Здесь несколько огнетушителей с бромметаном под давлением. В случае пожара в задней части танка нужно было просто потянуть за ручку, баллон протыкался, и газ под давлением поступал к выпускным отверстиям в моторном отсеке. Что касается обзора, при отсутствии угрозы «Мехвод» использовал подпружиненный смотровой щиток, который открывался вперёд, но он намертво приржавел, и я не могу с ним поиграть. Когда он закрыт, у «Мехвода» есть только обычные смотровые щели. Кроме ужасного обзора, к ним есть ещё несколько вопросов. Как вы видите, металл вокруг смотровой щели тоньше, что делает это место более уязвимым к противотанковому огню. Ещё одной проблемой является то, что даже обычные пули будут разбиваться о металл, и представьте, что вы сидите здесь, возможно, даже в защитных очках, но вряд ли вы защитите ваше лицо. Придётся использовать старые кольчужные маски времён Первой мировой, потому что если пуля попадёт в щиток, мелкие куски металла полетят внутрь, а вы в это время пытаетесь что-то рассмотреть. Угадайте, куда они попадут? Скажем так, не идеально. Но у мехвода есть смотровые блоки и перископы, что делает обзор более безопасным. Позади меня внизу есть аварийный люк, и он достаточно широкий. Небольшой недостаток, что он открывается вверх. Главный вход и выход находятся прямо за мной. Это дверь, через которую я сейчас и выберусь. Эта дверь одна для всего экипажа, что не идеально, но она хотя бы не крохотная, а просто маленькая. Что конструкторы продумали очень хорошо, учитывая, что верхняя часть корпуса наклонена внутрь, и если вы будете толкать дверь, как обычную дверь на петлях, вы будете сражаться с силой гравитации, а дверь бронированная и тяжёлая. Так вот, они расположили петли под углом, и теперь они опускаются вниз. Гравитация помогает, как только они преодолеют начальную точку. Давайте попробуем. Открепляете дверцу и просто толкаете её. Думаю, надо головой вперёд. Не самый простой танк, из которого я выбирался. Наверное, нужно быть пониже. К началу войны на фронт было поставлено около 246 машин. Всего было построено около 427 танков к моменту прихода немцев, которые решили прекратить производство. Действительно, танки были так нужны, что заводы очень сильно спешили, поэтому многие из них поставлялись без ударного механизма, радиостанций или противотанковых боеприпасов. После капитуляции Франции машина продолжала служить в Северной Африке, где французы присоединились к союзникам. 19-я бронетанковая группа имела странный состав из танков «Валентайн», «Самуа», «М-10» и «Стюарт», которые воевали в Тунисе. Если это для вас недостаточно странно, то при освобождении Франции на службе 13-го драгунского полка примерно в равных количествах были «Самуа», «Кентавры» и «Б-1БИС», и было это в апреле 45-го года. Последнее применение «Самуа» датируется апрелем 46-го года в составе оккупационных войск на территории Германии. Затем танк сняли с вооружения. В составе немецких войск танк служил везде — от Норвегии до Югославии. Его также использовали Италия, Болгария и Венгрия. Планировалась модификация С-35, С-40. Назовём её улучшенной версией. Корпус танка должен был стать на 33 см шире, форма корпуса изменена, ленивец новой ходовой части должен был быть выше и вынесен дальше. Дополнительный поддерживающий гусеницу ролик должен был заполнить пространство между ленивцем и передним катком. Также планировалось установить новую башню и новый многотопливный двигатель Испана мощностью около 220 лошадиных сил. Конечно, учитывая, что не было построено даже 450 машин Самуа, С-40 не были выпущены, за исключением варианта САУ-40. Одна из таких машин принимала участие в сражениях. Фактически, это было штурмовое орудие в корпусе С-40 с 75-мм орудием, установленным низко в корпусе. На этом экскурсия по С-35 закончена. Увидимся в следующем выпуске. Интересно, есть ли ещё способы это сделать? Он также применялся Болгарии и Румынии и... Нет! Я ломаю танк. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин